Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студии ведущий Пётр Горохов. И сегодня у нас в гостях очень известный вам, хорошо известный и очень любимый мною гость. Это благочинные церкви Одинцовского округа Московской епархии. Архимандрит Нестор, батюшка, здравствуйте! Добрый вечер! Ну что ж, у нас сегодня много тем, о которых следует и стоит поговорить. Это и архиерейское богослужение с детской литургией, это и предстоящий Никола Весенний, это и Троица, это и Вознесение Господне. Но начать я бы хотел, батюшка, с вашего разрешения, с несколько иной, с более такой светской темы. Во-первых, и вас, и всех наших телезрителей хочу поздравить с победой нашей сборной в 1-4 финале чемпионата мира по хоккею над чехами. Мы идем дальше по турниру, чехи отправляются домой, им недалеко там идти до дому. И в связи с этим у меня вопрос. Как относится к спортивным болельщикам наша православная церковь? Являетесь ли болельщиком вы и вообще разрешено ли болеть священнослужителям, не только простым людям? Болеть за спортивную команду ту или иную? Ну, начнем с того, что совершенно нормально, если человек занимается спортом. Я знаю многих священнослужителей, которые увлеченно занимаются спортом. И если мы возьмем даже древних отцов Климента Александрийского, который говорил, что физические упражнения полезны для юношества. И также вполне естественно, как говорят, любить свою команду. Сейчас употребляет слово «болеть». Но вот слово «болеть» может иметь очень много значений. Естественно, вполне естественно, что любой человек, который любит, он переживает за нее. Азарт. За того, кого он любит. Вот вы сказали азарт. Но здесь всегда надо понимать, что человек должен оставаться человеком. Он тогда, когда азарт переходит разумные границы, человек поддается тому, что вот эти эмоции начинают им владеть. Им управлять, как говорится. Им управлять, естественно. И это очень опасно. Во всем нужна мера. Потому что мы знаем множество разных таких историй, когда люди от горя, от того, что проиграла любимая команда, или напиваются, или устраивают драки, а другие от радости, то, что любимая команда... Делают то же самое. То же самое. Но тогда человек теряет свой человеческий облик. Поэтому, естественно, нормально болеть. Нормально переживать. Но как в любом явлении, надо всегда не переходить какую-то грань, через которую вы уже перестаете быть человеком, теряете свой человеческий облик. Я думаю, что эту грань каждый для себя должен определить раз навсегда. И контролировать себя. До нее это нормально. Там уже, где человек начинает грешить в той или иной степени, это уже... А так в любом явлении. Вот возьмите любовь к супругу или к супруге. Естественно, что любовь очень кривнует. Есть такое понятие ревность, которая основывается на чувствах любви. Но когда это переходит разумные границы, то это превращается в кошмар, и семьи же распадаются. А причина природы-то одна и та же. Ну что ж, спасибо. Спасибо, батюшка, за ответ. Я напоминаю, что наш разговор с благочинным проходит в прямом эфире. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы о чем-то хотите спросить нашего гостя, звоните телефон студии 508-86-84 и задавайте свои вопросы благочинному. Ну что ж, мы продолжим наше общение. Наша встреча проходит в пасхальные дни. 14 мая Одинцово посетил владыка Ювеналий, архиерейское богослужение. И одновременно прошла детская литургия, в которой принимали участие сводный хор певчих. Это 500 человек. Честно говоря, цифра с трудом укладывается в мозгу, как такое количество детей. Во-первых, как их можно было собрать в одном месте в прекрасном нашем Георгиевском соборе. И как можно было в короткий, наверняка, срок добиться такой слаженности, такой стройности исполнения. Вот в нескольких словах и о самом богослужении, и о секрете такого пения. Да. Значит, вот это прошедшее воскресенье было знаменательное для нас. Была отслужена детская литургия, пел детский хор, правильно, около 500 человек детей. Собор был переполнен. Пели они просто потрясающе. Вот удивительно, слаженно, искренние, чистые детские голоса. Недаром говорят, что детская молитва самая доходчивая до Бога. И это все почувствовали из молящихся в храме. Как удалось этого достичь? Ну, во-первых, надо говорить о чем? О том, что хор состоял не из тех детей, которых взяли и собрали. Это смешно. Хор, сводный хор состоял из детских хоров, храмов Московской епархии. Не в каждом храме, но есть храмы Московской епархии, где есть детские хоры. То есть, дети уже имеют основу. Понятно, что они подготовлены, но тем не менее. Дальше. Были репетиции. На протяжении двух месяцев, примерно раз в две недели, раз в полторы недели, были репетиции. Они были сначала кустовые, то есть собирались, ну, чисто условно говоря, Ногинск, хоры из Ногинска. И вокруг него собирались Ногинске. Вот. А потом были уже сводные репетиции. Но я хочу отметить вот что. Больше половины из числа участников юных певчих были из Одинцовского района. Больше половины. Костяк. Основа хора. Костяк. Костяк. Некоторые даже шутили. Московская область против Одинцовского района. Одинцовский район и Московская область. Да, они наоборот. Да. Вот. Теперь уже вопрос, откуда в Одинцовском районе столько молодых детей, которые умеют петь. Ну, во-первых, я скажу, это гимназия в Сидоровском. Раз. Георгиевский собор. Там человек 60. Хорс, например, человек 60. Но и самое главное, это детская хоровая или певческая школа Одинцовского благочиния, которая находится в просветительском центре около Гребневского храма. Там уже школа семилетка. И преподаватели, которые там занимаются, это высококвалифицированные преподаватели из Гнесиновского. Академия Гнесиных, так ее сейчас называют. Это бесплатные занятия для детей? Да, полностью. Насколько вообще они важны? Здесь бы хотелось несколько слов, чтобы вы сказали для родителей, которые, может быть, рассматривают или, наоборот, не рассматривают такую возможность отдать ребенку учиться хоровому искусству. Насколько это вообще помогает развитию детей? Ну, во-первых, сейчас я закончу. У нас конкурс в эту хоровую школу. Четыре человека на место обычно. Насколько это важно? Понимаете, родители не случайно многие отдают именно в эту хоровую школу. Почему? Потому что то, что закладывается, впрочем, как и в других школах искусств нашего района, остается с ребенком на всю жизнь. Ведь одно дело, когда ребенок воспитывается на классике, одно дело, когда ребенок понимает гармонию и музыки, и песнопений, умеет играть. Есть уроки и фортепиано. А другое дело, когда ребенок воспитывается на так называемой попсе. И вот те родители, которые все-таки хотят, чтобы ребенок вырос серьезным культурным человеком, они хотят, чтобы они обучались нашей хоровой школе, дети. И это приносит свои плоды, вот как показали эти, это литургия детская. Батюшка, у нас есть телефонный звонок, я предлагаю ответить телезрителю, а потом продолжать наше общение. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос благочинному. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я прихожанка Гребневского храма, а живу в Дубках. И нам, жителям, конечно, хотелось бы иметь свой храм. Отец Нестор, вот планируете ли вы строительство храма в микрорайонах Дубки и в Гусарской балладе? Спасибо. Спасибо. Спасибо, Наталья. Я отлично понимаю вашу боль, ваше переживание. Но... Огромный микрорайон. Огромный микрорайон. Два. Но не совсем, мне кажется, корректно поставлен вопрос. Планируете ли вы построить храм? То есть мы, как церковная структура... Как будто вы можете абсолютно самостоятельно этот вопрос решить. А я, может быть, возвращу вам вопрос. Если вы хотите, чтобы был храм, так надо сначала получить землю. И надо добиваться, чтобы земля была выделена. У нас проблема там началась, когда был предыдущий глава. Ну, вообще, сам вопрос поставлен верно. Я имею в виду, что храм там нужен? Нужен храм. Обязательно нужен. Ну, так помогите, чтобы... То есть некая инициативная группа должна выступить с каким-то заявлением, да? Или что? Или обратиться, может быть, в местный для начала поселение? Дело в том, что, насколько мне известно, там остались только земли федерального значения. То есть муниципальных земель уже нету. Я ведь не случайно сказал о главе. Главе Ювченко был, с которым приходилось и дискутировать. Он говорит, он заявлял просто. По моему мнению, недостаточно того, что есть в лесном городке. И все. И все. Пытались получить землю, хлопотали мы. Ни в какую. Но потом нашли землю. Так само удивительно. Другие стали, граждане, говорить, нет, мы не хотим, чтобы рядом был храм. Вот куда-нибудь подальше от нас. То есть еще и есть разные мнения, да? Да. Есть люди с другим мнением на этот счет. Хотя аргументации какой-то объективной, почему нет, привести не могли. А есть вообще положительный пример в Одинцовском районе, когда инициатива жителей позволяет такие вопросы сдвинуть в нужном направлении? Есть, конечно. Вот пример часы. Совершенно вопрос не то, что сдвинуть там за два с половиной года. Там идет строительство храма в часах. То есть там уже реальные шаги предприняты? Да, да, да. Чапаевка, пожалуйста. Дальше. Кубинка, 60. Сивково. Сейчас в Одинцовском районе 51 приход. Но это явно недостаточно. Для такого населения, которое тем более в летнее время вырастает на порядке. Батюшка, у нас есть еще один телефонный звонок. Я думаю, что Наталья, по крайней мере, вы, как сейчас это модно говорить, дорожную карту, линейки план указали. И действительно, если там наберется достаточное количество заинтересованных жителей, то я думаю, что они горы сдвинут, не то что такой вопрос решат. У нас есть еще один телефонный звонок. Я предлагаю нашего телезрителя выслушать. Здравствуйте. Представьтесь и задавайте ваш вопрос нашему гостю. Здравствуйте. Меня зовут Лариса. Здравствуйте. Отец Нестор. Недавно на государственном уровне запретили странные имена. Скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь и как относится к этому церковь? Спасибо. Спасибо, Лариса. Вы знаете, здесь надо рассматривать этот вопрос, можно, с нескольких сторон. Очень часто сейчас у нас привыкли к тому, что вот все ставить на точку зрения, вот права человека. Вот я имею, вот я хочу назвать своего сына 1, 2, 3, 4, 5. Это мое право. И никто мне указывать не может. Вот, между прочим, вот на такой точке зрения сейчас строится, стоит, можно сказать, западная цивилизация. Они якобы выносят, выносят якобы во главу всего права человека. Отказывая в простом здравомыслии. Да, да. Но можно я вам приведу простой пример? Например, когда, ну, не везде можно все подгонять под критерий права человека. Возьмем семинарию. В семинарию православную могут поступать только православные. Люди православные, верующие православные. Если какой-то, я скажу, мусульманин или иноверец, любой, сдаст, подаст, сдаст хорошо экзамены, то основываясь на этой точке зрения, он имеет право требовать, чтобы его приняли в семинарию, несмотря на то, что он не православный, и имеет право требовать, чтобы его рку положили в православного священника. Но это же нонсенс. То же самое, что и наоборот, например, да? Если православный человек захочет стать муфтием, например, это же тоже будет выглядеть, ну, по меньшей мере, странно, если не сказать, сильнее. Дальше. Каждое имя несет свою смысловую нагрузку. Оно может быть оскорбительно. Оскорбительно как для ребенка, оно может быть оскорбительно и для окружающих. Мое право, как говорил Николай Бердяев, не может ограничивать право и свободу ближнего моего. И не может насмехаться над общими ценностями, на которых живет данное общество. Ну что, спасибо, спасибо за ответ. Я думаю, что Лариса поняла то, что по этому поводу думает православная церковь. Ну, а вот вы, кстати, упомянули Николая Бердяева. У нас 22 мая день памяти святителя Николая, да? И, скажем так, ну, Никола Весенний, как его еще называют. Вообще, ведь Николай это имя греческое. Хотя мы уже настолько к нему привыкли, что нам кажется, что оно вообще исконно русское. Но, тем не менее, вот оно греческое. И сейчас вот в СМИ даже появляются в средствах массовой информации статьи, которые говорят о том, что, возможно, святитель пребывал даже и на территории нашей страны. То есть, фактически, ну, как бы мы его считаем вообще уже своим. Да, так же, как и отчество Николаевич. Вот, тем не менее, сейчас вот такая тенденция, мне кажется, прослеживается, что в последние годы мальчиков все меньше и меньше называют простыми такими именами. Вот, в частности, Николай, например, мне кажется, несколько так вот задвинуто это имя, незаслуженно. Вот у вас такая тенденция настораживает, не настораживает? Ведь имя-то замечательное. Имя замечательное. Ну, во-первых, я думаю, что вот то, что вы сказали про святителя Николая, что он кажется, что он наш родной. В каждом доме практически иконы стоят батюшки Николая, архиепископы. То же самое, вот у вас там карта есть, земли Атлас. Практически любой человек из Европы и Азии, и даже в мусульманских странах, могут сказать то же самое. Насколько он любим во всем мире. Не случайно же ведь Дед Мороз на Западе, это святитель Николай, Санта-Клаус. Да, это батюшки Николая. Которые приходят с подарками к детям. В отношении того, что сейчас реже стали называть именем Николая, я бы не совсем сказал, что реже. Дело в том, что ведь за воскресную службу, за любую литургию мы же причащаем, и детей много подходят. И много мальчиков подходят с именем Николая. Даже больше... То есть это просто субъективно. Более скажу, все чаще встречается имя Праскева. Девочка. Ну, честно говоря, для меня это достаточно неожиданно. То есть Прасковья, да? Да. Да. Анастасия. Все чаще и чаще. Дарья. Дарья вообще популярное имя. Вот. Поэтому я не думаю, что можно делать такие выводы. Все-таки, вот если, вспоминая вопрос насчет этих имен, одно время была мода на западные имена. А потом, вы знаете, эта мода как пена. Сошла, и все возвращается. Все-таки мы возвращаемся к истокам снога, да? Да, совершенно верно. Ведь действительно, имя Николай, да? Вот казалось бы, святых с разными именами много, но вот именно Николай стал одним из любимейших святых. Да, одним из любимейших святых земли русской. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Виктор. И мне бы хотелось задать такой вопросик отцу Нескору. Вопрос касается автомобильного движения. Я сам автомобилист. Вот, допустим, на перекрестках стоят люди, просят подаяние. Как бы, совершая, ну, давая подаяние, человек совершает благое дело, но при этом он затормаживает дорожное движение. Как правильно поступать в этом случае? Спасибо. Спасибо, Виктор. Спасибо. Действительно, да. Чем дальше, тем больше, по-моему, таких вот людей, которые милостыню просят, выходя прям в поток машин, кидаясь на светофорах. Я вам отвечу, вот как я понимаю, надо во всем проявлять разум. Я думаю, что для всех общеизвестно, что зачастую у нас орудует так называемая нищенская мафия, которые просто играют на благородных чувствах людей. Около церкви очень много нищих, нищих, так сказать, профессионалов. Практически каждый день к нам в храмы в Одинцово приходят люди, просьба, помогите. Вот потерял билет, вот нужно купить лекарства, дайте деньги на лекарства. Ну, кстати, у нас, я уже говорил о том, что есть и патронажная служба, которая ухаживает за больными, одинокими людьми. А здесь, вот вроде проявите милосердие. У нас в таком случае всегда есть четкий принцип. Вам нужны лекарства? Хорошо. Дайте рецепт, пожалуйста. Мы пойдем купим вам лекарства и отдадим вам. И, как правило, вопрос снимается, да? Если это что-то шел... Вам нужно поехать куда-то. Давайте мы вам купим билет. Мы купим невозвратный билет. Люди обычно исчезают. Все, их нет. Ну, а вот действительно, что касается людей, которые просят милостыню в случайных местах, причем просят именем Христа очень часто. Вот как к этим вещам, как к этим вещам относиться? Все-таки, действительно, понятно, что сердце не камень. И, с другой стороны, вот как вы сказали, это действительно профессия. Это профессия, да. Может быть, лучше все-таки пожертвовать на храм, а в храме уже действительно разберутся, кому эта помощь нужна. Вы знаете, попробуй. Дело в том, что здесь дать жесткие рекомендации очень трудно. Нормальный человек, которому трудно, он никогда не полезет вот под машины. Правильно? Вот еще документы там показывают. Да, 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 документы, фотографии. Обычно есть, ну, куда-то поглядеть. Что за печати там? И человек... Ну, если речь идет о пробке, то действительно там все скоротечно. И, как правило, их интересуют машины, которые выглядят подороже. Вот. Настоящий нуждающийся человек никогда не придет. У нас приходят в храмы... Мы действительно многим нуждающимся помогаем продуктами. На канал приносят, а мы помогаем им. А вот те профессионалы... Это действительно слово нищие профессионалы. Это этим все уже сказано. Батюшка, у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос отцу Нестору. Здравствуйте. Меня зовут Артем. Я живу в городке Семеннадзе. Отец Нестор, у меня вопрос. Правда ли, что в городке Семеннадзе собирается строить храм? И если да, то в честь какого-то святого? Да, действительно. Спасибо, Артем, за вопрос. В городке Семеннадзе будет строиться храм. Это большевиземское поселение? Это большевиземское поселение. Администрация тоже большевиземская вышла с инициативы. Там выделяется земля. Это будет Спасский храм. Уже назначен настоятель. Правда, пока по совместительству отец Павел Карташов, который служит в больших виземах. Когда храм будет построен, тогда уже будет назначен отдельный настоятель. Вот как раз еще раз иллюстрация, где в последнее время удалось решить вопрос со строительством храма. Было бы хорошо, если бы везде так решались. Чем ближе к кольцевой МКАДу, тем меньше, к сожалению, свободных земель. И тут действительно это объективная ситуация. Батюшка, вот у меня вопрос, связанный с... Продолжает, как бы он, тему визита Владыки Ювеналия. Владыка Ювеналия осветил место под строительство воскресной школы при Георгиевском соборе. Какие возможности новые откроются для наших ребят одинцовских? Кто финансирует это строительство тоже? На какие, скажем так, средства осуществляется? Через сколько она сможет открыться? Ну, я думаю, что это будет большое подспорье вот тому центру, который при Гребневском храме уже действует. Да, конечно. При Гребневском храме сейчас занимается где-то полторы тысячи детей и молодежи, скажем так. Потому что когда ему 17-18 лет... Они вообще на детей обижаются, да. После 15 уже обижаются. Вот. При Георгиевском соборе довольно большая воскресная школа. Довольно много кружков, секций. Ну, от воскресной школы где-то 150 человек. Но я не случайно говорю довольно много. Почему? А потому что все они размещаются в цокольном этаже. Что, в принципе, нельзя. Дети не должны заниматься в цокольных этажах. Но у нас нету других помещений. Поэтому вот запланировано строительство здания. Можно назвать просветительский центр, воскресная школа. Да, ну, не в названии дела. Не в названии дела. Где бы могли бы заниматься? Ну, трехэтажные здания. Ну, думаю, в районе тысячи человек. На что строить? Это большая проблема, честно говоря. Без помощи одинцовцев мы, ну, никак не обойдемся. Мы собираем по крохам. Вот все, что есть. Знаете, как говорят, кубышечку складываем. Очень надеемся, что в этом году нам удастся насобирать достаточно денег, чтобы завершить, сделать котлован нулевой цикл. Выкопать, забетонировать и закрыть, чтобы в зиму уйти. Ну, законсервироваться. Выполнив какой-то важный, скажем, цикл работ? Да, цикл работ. Чтобы потом снова перейти к следующему этапу. Поэтому я обращаюсь к одинцовцам. Пожалуйста, помогите нам со строительством этого здания. Без вашей помощи мы не справимся. А это, в принципе, для наших детей, для нашей молодежи. Я хочу сказать, что вот прекрасный храм, строительство которого я наблюдаю в Заречье, ведь тоже, как только появилась постройка, начали возводиться стены, там появился баннер. И жители того же Заречья, проезжая мимо, могли видеть и как растет этот храм, и видеть это обращение. Я думаю, что многих это тронуло. И помощь поступала все-таки от жителей, хотя сколько там того Заречья, не так уж много там народу живет. А что касается строительства воскресной школы при Георгиевском соборе, я думаю, что может быть действительно, если начнется строительство, если люди будут проезжать, проходить мимо каждый день и видеть, что здесь совершается благое дело, и помощь придет от людей. Здесь есть одно но. Строительство будет осуществляться внутри территории, особо видно, если только обойти и специально прийти посмотреть. Ну что ж, у нас уже остается не так много времени, буквально несколько минут нашего эфира, поэтому хотелось бы, чтобы вкратце вы рассказали о тех еще праздниках, которые у нас в ближайшие дни будут. Это и Вознесение Господня 25 мая, это и День Святой Троицы, когда вы возглавляете литургию в Троицком храме в селе Назарьево. Вот в нескольких словах об этих праздниках, и какие-то особые действия православные должны в эти дни совершать? Ну, как вы правильно отметили, впереди нас ждет праздник Вознесения. На сороковой день после своего воскресения Господь наш Иисус Христос вознесся во славе на небо. А 50-й день, когда людям был неспослан Дух Святой, 50-й день, это день рождения Церкви Христовой, когда Дух Святой сошел на апостолов, называют Троица, поскольку это было... Опять-таки, помните, мы говорили на богоявление, что явление трех лиц, а здесь завершение домостроительства нашего спасения. Третье лицо Святой Троицы явлен, явился миру со своими благодатными дарами. Да, обычно я служу в этот день в Назарьево. Ну, дело в том, что есть такая традиция, что я как благочинный стараюсь приехать на престольные праздники в разные храмы нашего благочини. Но вот у нас Троицкий храм один Назарьево, поэтому я всегда там и служу. Ну и в преддверии праздников вот этих несколько слов нашим телезрителям и прихожанам. Ну вот, заканчивается пасхальный период. Через неделю, последний раз пропоют «Христос воскресе». Что мне хочется пожелать вам? Сохраните вот эту радость, осознание того, что Христос воскрес, воистину воскрес. Что нету смерти, что со Христом мы живем вечно. Уверяй, жизнь станет вашей совершенно другой, радостной, исполненной смысла и любви. Спасибо большое. Спасибо огромное, батюшка, за то, что согласились сегодня в насыщенные пасхальные дни прийти к нам в студию, ответить на мои вопросы, на вопросы наших телезрителей. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы, об этом стоит узнать, был благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии Архимандрит Нестор. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok